Вступает в силу третий этап внедрения контрольно-кассовой техники. Он затронет 4600 предпринимателей. Среди них те, кто применяет патентную систему налогообложения, ЕНВД, индивидуальные предприниматели, а также все организации, которые работают в сфере услуг. Напомним, что в рамках первых двух этапов реформы электронные кассы уже появились у более чем 11 тысяч бизнесменов. На первом этапе мы столкнулись с такой проблемой, что была нехватка скандинговителей, была нехватка именно отчасти самого оборудования, каких-то дополнительных программ. На сегодняшний день уже такой проблемы не существует. Сотрудники налоговой отмечают, что приобрести можно любую кассу. Сейчас их представлено более 170 моделей, в том числе и рязанских производителей. Регистрация устройства на сайте налог.ру займет не более 20 минут. При этом действует ряд льгот. Если вы до первого года приобретаете эту кассу и ставите ее на учет, если ее придет, то вы имеете право на налоговый вычет, правильно? 17 тысяч рублей за каждую кассу. За каждую кассу. За каждую кассу. То есть, опять же, вы должны быть про это условие, и я обязательно делаю, что это пока в рамках действующих сроков. То есть, если ваша касса стоит 12 тысяч рублей, то на оставшиеся по вычету 6 тысяч вы можете компенсировать затраты на ее установку или обслуживание, а также установку программного обеспечения. Стоит отметить, что сейчас для нарушителей не предусмотрены штрафные санкции. То есть, задача налоговой – разъяснить и помочь перейти индивидуальным предпринимателям на новую систему. Действует горячая линия по телефону 24 28 86, а также работают открытые кассы. Вы приходите в инспекцию, вас встречают сотрудников, говорят, вот я, собственно, как раз для этих целей пришел. Вы узнаете больше о многих, как это. Вас встречают, проводят в компьютерный класс, скажем так, да, и наглядно объясняют, показывают, разъясняют. Стоит отметить, что останавливать кассы нужно не всем. В число исключений входят продавцы газеты журналов, ценных бумаг, мороженого в киосках и разливных напитков. Стеклопосуды, организаторы питания в школах и других организациях, изготовители ключей и брелоков, предприниматели, оказывающие услуги в сфере присмотра и ухода за детьми и пожилыми, ремонта и окраски обуви, занимающиеся художественными промыслами. Полный перечень можно посмотреть на сайте налог.ру. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова